Я приглашаю следующего нашего выступающего, наша секция называется «Цифровая этнография. Исследование идентичности». Это Арусяка Агабабян, независимый следователь из Краснодара, который расскажет нам про этнологические исследования горских евреев в цифровых условиях, на примере движения по спасению языка джиури. Я бы хотела сегодня действительно поговорить о том, как можно изучать горских евреев с этнографических, этнологических ракурсов. И это будет сделано конкретно на примере движения по спасению языка джиури в цифровых контекстах. Спонтанно, но и не так давно в моей исследовательской практике, она связана с исследованиями Центра Сефер, к которым я присоединилась в 2019 году и в 2020 году. Они были еще оффлайн и касались изучения истории культуры горских евреев в целом, но дальнейшие наблюдения уже и самостоятельные, и в продолжении при обработке полевого материала дали такой резонный отклик. И даже при расшифровке интервью стало понятно, что можно поработать с этим материалом, то есть можно поисследовать язык, чтобы погрузиться в эту историю. По крайней мере, любо уважающий себя исследователь должен в своих этнографических исследованиях либо хорошо знать язык, либо уметь работать со словарями, чтобы понимать основную терминологию. Ну и в целом вот та история, в которой мы находимся последние два года, связанная с пандемией, вечными локдаунами, которые возникают очень спонтанно, неожиданно в разных странах по-разному, они привели к тому, что в нашей жизни актуализировались цифровые практики и цифровое пространство или цифровые контексты стали для нас не менее важными. Что касается методологии моего исследования, я бы хотела сказать, что вот это даже не столько методология того, как я сейчас работаю, сколько попытка показать, с каких ракурсов можно подойти к этой проблеме. Ее можно изучать конкретно с точки зрения цифровой этнографии или антропологии и пересобрать метод. Здесь очень важно упомянуть эссе исследовательницы именно в этой области Аннет Маркхем. Это эссе 2013 года, оно уже стало такой классикой, и оно ставит больше вопросов, чем дает ответов, но очень важно. В плане методологии, как работать с цифровыми контекстами, как относиться в этом смысле к понятию полевая работа, включенное наблюдение, интервью, сбор артефактов или полевые заметки. То есть для исследователей это очень важно, обратиться к этой статье и тоже ставить перед собой вопросы такие общие, но конкретно применимые к тому полю, в которое вы погружаетесь. И конкретно даже размышления над этой статьей все равно уверили меня в том, что нужно вести некоторые полевые заметки, и уже только с течением долгого погружения, может быть, сейчас выясняется, как можно лучше сделать это интервью и вступить в контакт с актерами. Можно обращаться к наработкам из области теории медиатизации, они очень важны, потому что они показывают взаимосвязь и взаимовлияние, взаимопоследованность языкового активизма и медиа в повседневной жизни. То есть как оффлайн влияет на онлайн, как онлайн влияет на нашу оффлайн повседневность, и что они взаимодействуют друг с другом. И есть еще комбинированный подход, где можно к тем цифровым следам, которые вы обнаруживаете, или если вы изучаете цифровое или онлайн пространство, их можно воспринимать как дополнительные источники своего исследования, чтобы получить комплексную информацию. Но все равно, когда вы погружаетесь в проблему, и если обращаться к предыдущей позиции, то становится ясно, что просто как дополнительный источник уже использования этих цифровых контекстов недостаточно. Мы видим, как все взаимодействует. И главный вопрос, который я оставлю в этом докладе и вообще в своих полевых наблюдениях, как горские евреи на сегодняшний день пытаются спасти свой язык онлайн и оффлайн, и как это у них получается. Собственно говоря, перед тем, как перейти к цифровым практикам, еще один момент, на который я хочу обратить внимание, это этническая идентичность и язык, и как они соотносятся и переосмысляются сегодня. Дело в том, что многие представители движения по спасению языка, этнические лидеры и представители интеллигенции, молодежные активисты постоянно артикулируют идею о том, что наша этническая идентичность и мучуруем, мы евреи, ассоциируются с таким понятием, как зугун ему, наш язык, или зугун дади, родной язык, материнский язык. Это я опускаю другие еще наименования, которые используются также на языке, но отсылают к иранскому происхождению, ираноязычию этой группы. Но вот это отождествление очень хорошо бросается в глаза, и вот этот концепт, что если мы потеряем свой родной язык, мы потеряем свою этническую идентичность, он очень активно в этих дискуссиях проявляется, и он еще и отсылает к проблеме наименования официального языка горских евреев, и еще через это отсылает нас к проблеме так называемой этатизации или формирования татского этнического мифа, который имел место быть в советское время, и он тоже был связан с, именно как бы языковой аспект ставился во главу угла и привел к формированию этой мифологемы. Но сегодня как бы официально и ошибочно, как считают горские евреи, их называется татским, по крайней мере, в России, и должен правильно зваться их родной язык джуури, или как в русской транскрипции джуури, но там редуцируется вот это придыхательное хэ, или в советской традиции, ну как бы раньше писали, использовали обычную русскую хэ, но вот это джуури, очень такое легкое произношение, оно теряется до официального административного признания именно такого наименования. Это один из важных аспектов движения горских евреев сегодня тоже. Но я не могу не упомянуть манифеста одной из активисток, это филолог Евгения Моисеевна Назарова. С ее манифестами, назовем это так, можно познакомиться в различных академических изданиях, и в том числе в специальном выпуске «История и культура горских евреев». Это журнал, свежий выпуск журнала «Judaic Live Journal». Там эта статья опубликована, и эти мысли прописаны. И еще важно отметить, что с этого года, 24 сентября, провозглашено Всемирным Днем языка джури и приурочено к 20-летию благотворительного фонда горских евреев. Это ведущая община, организация, которая сейчас кооперирует культурную жизнь горских евреев в целом и общинную, и возглавляется Германом Рожбиловичем Захаряевым, который является одним из таких не только этнических лидеров, но и лидеров движения по спасению и сохранению этого языка. И вот получается, что мы с вами имеем исследовательскую вот такую проблему, которую решает сообщество. И вот общинная институция, она курирует эти проекты, она получает государственную поддержку, в частности гранты, это несколько грантов от фонда президентских грантов для реализации программ, и привлекает все свои ресурсы, чтобы получить административную помощь для реализации тех или иных действий. Если, например, мы видим, что пути решения оффлайн, они как бы нами представляются, такой классический пример, то онлайн-активность, она тоже занимает очень важную роль в этом движении, на нее делают ставку, чтобы как-то популяризировать язык не просто обычными языковыми курсами или появлением мобильных приложений, словарей, переводчиков, а для того, чтобы создать качественно новый контент именно на этом языке, чтобы он был доступен в этих цифровых пространствах и в цифровых контекстах. И в том числе появляются такие очень интересные практики, которые в условиях ограниченного оффлайна становятся очень доступными и объединяют вот такое очень мобильное сообщество, которым являются горские евреи, потому что проживают в разных городах, в разных странах и на разных континентах. Ну, вот в следующем слайде представлены несколько проектов, и у меня была возможность об этих проектах говорить на других конференциях, но я быстренько о них скажу, это, например, проект Академии языка джури или проект Сейв джури, или самый крайний слайд, который вы видите справа, это отсылка к существованию чата, ватсап-чата Зугун ДДИ, кстати, вот его наименование не мелькает, да, это название, лингбоним джури, а именно отсылка Зугун ДДИ, родной язык, материнский язык. Но вот эти практики, они очень важны, потому что если, например, Сейв джури и чат возникали как самостоятельные практики, онлайн-практики, то уже с конца 2020 года они также кооперируются, централизуются под эгидой вот этого фонда благотворительного Стмеги и продолжают действовать. Я привела сверху вот эти пестрые значки социальных сетей, и это означает, что вот именно в такой последовательности они там либо возникали, либо большая активность приходится на эти социальные сети. И, например, о проекте Стмеги Джуниор, это молодежное подразделение вот этого благотворительного фонда, почему, например, оно здесь появляется, хотя это не практика, которая напрямую связана со спасением языка и сообщество его в социальных сетях существует с 2017 года. А это история про то, что, например, Академия языка джури и Стмеги Джуниор совместно проводят языковые курсы на площадке Зума. И что очень важно, информация об этом распространяется в сторис того или другого аккаунта, а сами уроки проходят на площадке Зума, который при важной практике. Когда мы говорим о метафоре цифрового пространства, важно иметь в виду, что оно не имеет гибких границ. И вот это взаимодействие и те практики, которые ведутся, имеют место быть, они очень гибкие, они взаимопроникаемые и очень разнообразные. Ну, я бы хотела больше еще сконцентрировать ваше внимание на том, что есть другие проекты, я про них чуть-чуть больше расскажу. Когда вы хотите изучить, например, английский или французский язык, или китайский, например, язык, у вас есть достаточно неплохой выбор в плане мобильных приложений, каких-то курсов, видео, которые вы можете моментально открыть на своем гаджете или лэптопе и посмотреть, как это изучать. В случае с этим языком есть серьезные проблемы, потому что если вы открываете какой-то новый, какой-то контент по отношению к этому языку, то, скорее всего, знаете, что вы имеете дело либо с этим движением, которое на сегодняшний день так активно себя проявляет, и, собственно, его спонсорами и создателями, акторами, которые стоят во главе этих действий, это вот именно те люди и те проекты, о которых я говорю. Но здесь есть вариации тоже, как создать этот уникальный контент именно на горско-еврейском языке, чтобы он был интересен, востребован, чтобы, открывая то, в чем проходит ваша жизнь каждый день, то есть ваш гаджет, да, там, мобильный самый, то, что под рукой, чтобы вы могли актуализировать этот язык в своих повседневных практиках. И вот есть такой опыт создания контента, например, проект видеоуроков «Уроки Джулии». Это классическая схема, очень яркая и понятная по аналогии с передачей «Полиглот», которая выходила на телеканале «Культура». Это такой интенсивный курс изучения горско-еврейского языка, который ведет художник и писатель Араме Мейер Рахамим Мегиров. Он уроженец Баку. И проект этот уже снят, но он будет запускаться чуть позже, ну или в ближайшем времени. Или есть такой другой проект, проект «Юмор на Джурии». Это вариант, когда более интересный и более доступный, легкий способ изучить этот язык предлагает молодежь сама. Это фрагменты известных фильмов, которые подвергаются тематической юмористической озвучке на горско-еврейском языке. Ведущей мэппи-рубрики является молодой врач Саматал Абрам Юсуфов, и он основатель как раз-таки проекта «Сейв Джурии» в Инстаграме. Вот он начал свою, скажем так, коллаборацию с фондом, и они вылились в такие официальные видеозаписи, которые есть и на Ютубе, и на сайте стмеги.ком. Он является уроженцем Кубы, это поселок Красная Слобода, города Кубы, Азербайджан. Этот проект запущен с конца предыдущего года, прошлого. И важно отметить, что эти проекты, вот о них рефлексируют, о них рассказывают в социальных сетях, и они вызывают различный отклик. Даже вот когда вы смотрите этот юмористический скетч какого-то голливудского известного фильма, допустим, на тему Песаха, как фильм «Ночь музеев» и его фрагмент, озвученный под какой-то очень интересный сюжет придуманный, это вас погружает и в какие-то представления, или какой-то стереотипный юмор на горско-еврейском языке. А с другой стороны, под конец вы вместе с этим активистом разбираете те или иные выражения, как они используются, почему используется, контекст использования. Еще одна интересная практика, про которую успею рассказать, это попытка компенсировать оффлайн-события, которых нет сейчас. И появляются такие очень интересные онлайн-марафоны и фестивали языка джуури. Это практика двух последних лет. Приурочены они обычно к 24 сентября. Я уже сказала, что это день основания фонда СТМЕГИ, но с этого года уже Всемирный день языка джуури. Ну, может варьироваться дата проведения с поправкой на шаббат, как это было в этом году. Если вы видите, вот это достаточно такие длинные мероприятия, они проходят на базе ЗУМ. Это вот ЗУМовская конференция, которая транслируется еще в прямом эфире на YouTube и длится порядка шести часов. Так было в первый, так было во второй раз. Она координирует представителей горско-еврейской интеллигенции, активистов, музыкантов, поэтов. Это всевозможные обсуждения зачастую на джуури. Если это не на джури, это выступления и доклады на какие-то важные темы. Но это гибридный формат, очень такой важный гибридный формат, который может вызвать у исследователя затруднения при фиксации, потому что есть такое ощущение раздвоенного поля и могут возникать искажения. Что имеется в виду? Имеется в виду, что трансляция ведется в ЗУМе. Это изначальная ЗУМ-конференция, которая транслируется уже позже, подключается YouTube-трансляция, но не наоборот. И как вы будете это фиксировать, а интересно посмотреть и в том цифровом пространстве, потому что там есть свой чат, свое общение, свои диалоги, и вы можете стать частью той конференции. Есть, например, вот YouTube. И там тоже есть возможность читать сообщения людей, которые они пишут в прямом эфире, и достаточно забавные или интересные, как представлено на этом слайде. И еще одна практика, про которую я хотела бы рассказать, это будет последний кейс. Это выход джури на академический уровень, возникновение, создание университетских программ, которые должны тоже повысить интерес, но уже на академическом уровне. Вообще нужно отметить, что представители горско-еврейской общины, ну поскольку фонд этот базируется в Москве, он очень активно действует, и, наверное, это фонд, который более всего и активнее всего представляет горско-еврейское сообщество, уместно сказать, и во всем мире. И активисты, которые в нем работают, это компетентные специалисты, и филологи, и этнологи, и историки, и какие-то активисты, которые подтягиваются. Но так или иначе, своя академическая элита тоже имеет место быть. И в этом 21-м году была запущена магистрская программа по филологии. Она реализуется на базе РГУ именно Косыгина, точнее имеющегося там Академии Маймонида. И, значит, эта конкретно магистрская программа, она посвящена культуре и языку горских евреев. Набрано туда пять человек, руководителями ее являются известны Николай Андреевич Членов, ну и, собственно, Евгения Моисеевна Назаровна, упомянутая. Но чем нам важна вот эта история в контексте цифровых исследований? Дело в том, что даже о том, что такая программа будет запускаться, стало известно на цифровых площадках, на пространстве социальных сетей. Я, допустим, тоже узнала об этом событии из поста одного из руководителей программ в социальной сети. Но мне кажется, еще упомянуть такой важный момент, когда одна из руководителей программы обратилась за помощью к представителям вот этого WhatsApp-чата, про который я упоминала. Зугун ДДИ прислала три сообщения. Эти три сообщения активистами чата и его создателями были вывешены в их персональных аккаунтах на социальных сетях. Это было три сообщения. Собственно, информация о том, что такая программа запускается, информация о том, что мы ищем абитуриентов, которые были бы в этом заинтересованы. И третий пост – это конкретно попытка получить помощь от представителей чата, потому что возникла ситуация с отсутствием или накладкой. Не было преподавателя по специальной дисциплине литература горских евреев. Но здесь очень важно, что руководитель программы обращается к представителям этого чата как к знатокам, которые делают такой большой проект в сферном пространстве. Но там собраны люди, тоже знающие язык, знающие на разном уровне. И что очень важно, вот эта онлайн-активность этого чата, она реифицируется. Многие активисты, которые там принимают участие, разбирают, проводят какие-то даже онлайн-уроки в Зуме уже. Эти Зумы и эти записи этих Зумов потом можно посмотреть на Ютубе, тоже очередная гибридизация. Дело в том, что их работа, она реифицируется. Как? В Израиле выходит, например, новая детская литература на джури. Это адаптированные переводы произведений Чуковского или каких-то других сказок, фольклора и так далее. То есть появляется качественно новый материал для изучения этого языка. И вот эта цифровая практика, онлайн-практика, она приводит к тому, что вот в таком образе из онлайна она выходит, получается, продукт в онлайне. Ну и, собственно, вы видите на скриншоте в одном из профилей тоже сообщали о том, что ведется набор, до какого числа и что осталось два места. То есть искали потенциальных абитуриентов. Ну и, собственно, подводя итог, я закругляюсь. Спасибо большое, Лариса. Я как раз-таки закругляюсь. Вот что я хотела сказать в этом своем докладе. Как вот, если мы обращаемся к поставленному вопросу. Значит, мы видим, что сами представители этого сообщества или общинные институции, которые координируют эту деятельность, делают очень большой акцент на различные цифровые практики, цифровой инструментарий для того, чтобы популяризировать сохранение родного языка. А это приводит к формированию очень больших, очень разных, очень интересных онлайн-практик, которые вы можете исследовать, подходя к этому с разных ракурсов. Создается такая международная инфраструктура. И здесь я хочу отметить, что в рамках исследований предыдущих вообще в целом горско-еврейского сообщества, вот эта идея про то, что это очень мобильная группа, про то, что она много где проживает, поддерживает социальные свои связи, и выстраивает таким образом брачные или экономические контакты, она очень хорошо сработала и здесь, потому что выстраивание этой международной инфраструктуры по спасению языка джури за счет именно мобильного характера самого сообщества привело к тому, что эти цифровые практики оказались очень востребованными. То есть для того, чтобы скоординировать людей, цифра, гаджет, онлайн – это самые подходящие вещи, и вы можете зайти и слушать этот онлайн-урок того же самого чата и восхищаться тем, что люди находятся параллельно из Канады, из США, из разных городов Израиля, и при этом ведут свои диалоги и обсуждают проблемы диалектные или вспоминают какие-то фантастические этнографические сюжеты, связанные с празднованием Пейса Халиниса, ну, в горско-еврейской, в советские годы. Но это не значит, что горско-еврейское сообщество не сталкивается с трудностями при реализации этих проектов. Здесь уже больше вопрос идет о символическом соперничестве диалектов на данный момент именно кубинского и дербенского, хотя дербенский сейчас активно выходит из употребления, кубинский сохраняется лучше, хотя литературная норма в советские годы была на дербенском диалекте. Есть графические путаницы и сложности с регулярной актуализацией языка в онлайн-практиках, то есть, допустим, когда вы заходите в прямой эфир проекта Save Jury, и вам говорят о том, что условия, мы ведем этот прямой эфир, пытаемся общаться только над Jury. Но это очень сложно сделать, если изначальное общение на языке идет, а дальше из-за того, что не все акторы его понимают, возникают все равно диалоги на русском языке. Мы видим, что пока, конечно, этому движению есть над чем работать, и вот вторая часть вопроса, насколько успешно будут реализованы эти действия, мы будем в этом плане наблюдать. На этом я заканчиваю, спасибо за внимание. Спасибо большое, Русак очень интересно. Пара минут для вопросов, мы чуть позже начали, поэтому еще вам положено несколько минут бонуса. Кто-то хочет что-то спросить, прокомментировать? Я спрошу по незнанию просто, вопрос, отражающий мое невежество. Какая письменность на Jury, какой как бы шрифт там, какой используется, это тюркский язык или как они пишут? Нет, смотри. Или кириллица, или что? Да, это самый болезненный вопрос для тоже представителей этого движения, спасибо, Лариса. Но это один из иранских по происхождению языков, и это ираноязычие даже подчеркивается в употребляемом выражении людей фарси или фарси. Если вы спросите, вам также люди скажут. Мы говорим по-фарситски, например, тоже один из вариантов. Но в советские годы пытались разработать, в общем, горские евреи пострадали в том числе от этой путаницы в графике. И в Азербайджане, например, действовала и кириллическая, и латинская графика. А в Дербенте, в Дагестане действовала своя кириллица. Кириллица, которая действовала в Азербайджане, которая действовала в Дербенте, отличается между собой по важным вот этим сложным звукам, типа дж, х, г, как они фиксируются. Очень иногда тебя выбивает. И, например, сегодня, я не сказала про это, но когда я была слушательницей курса первый год, там, например, мы учили по вот этой дагестанской кириллице. А вот я недавно зашла посмотреть, что происходит во второй год обучения уже этого проекта, и вижу, что там делается уже акцент на вот эту кириллицу, которая была в Азербайджане. Но мне говорят уже сообщать, что вот эти сложные некоторые звуки, они подкорректированы. То есть это тоже идет вопрос, это такой серьезный вопрос, какую графику выбрать правильную, чтобы это было читаемо, чтобы это понималось людьми и русскоязычными, и горскими временами, которые проживают в Израиле, и уже не знают русских, да, вот этих молодого поколения, но чтобы они тоже могли прочитать, понять и приобщиться. Поэтому здесь интересные процессы наблюдаются. Будем смотреть, как будет какая-то модификация, я думаю, еще. Спасибо. В общем, тоже все в состоянии вызова и постоянных переменных. Да, абсолютно. Спасибо большое, очень интересно. Мы переходим к следующему докладу. Мария Шишигина из Центра изучения религии РГГУ нам расскажет о цифровых исследованиях реформистских общин. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день. Включаю презентацию. Мой доклад посвящен изучению реформистского юдаизма онлайн во время пандемии COVID-19. Своё исследование я начала как участник этнографической группы летом 2020 года на школе Цефера по цифровой этнографии и впоследствии продолжила изучение и накопление материала самостоятельно, так как моя диссертация связана с изучением прогрессивного юдаизма и, соответственно, период пандемии стал некоторым таким толчком к расширению этой темы в изучении цифрового пространства. То есть понятно, что летом 2020 года во время пандемии и режима карантина цифровые площадки, такие как Facebook, Zoom, YouTube, стали основными каналами коммуникации и деятельности в обществе, в разных социальных аспектах. И в целом социальная жизнь трансформировалась. И религиозные сообщества не стали исключением и были вынуждены решать такую непростую задачу, то есть с одной стороны соблюдать предписание своей традиции, а с другой в таких экстремальных условиях, то есть в условиях карантина. Поскольку многие религиозные традиции предписывают личное соприсутствие участников в разных религиозных ритуалах, например, мы знаем, миньян в иудаизме, то в период карантина вот этот запрет на собрание большого количества людей в одном месте поставит перед религиозными общинами, поставит перед религиозными общинами такую вот дилемму, то есть которая в зависимости от догматов и ортодоксальности того или иного учения разрешалась по-разному. В некоторых общинах ортодоксальных мы знаем были бунты, да, то есть или люди могли собираться подпольно. Вот и поле моего исследования стал прогрессивный иудаизм в России. Если сузить, да, то есть более четко определить объект, то я изучала две синагоги, синагогу Санкт-Петербурга и Москвы. Помимо этих синагог я также обращала внимание на синагоги меньших городов, да, но основные выводы, исследования построены на материалах вот этих двух общин. И я рассматриваю три основные проблемы. Как трансформировалась жизнь иудейских общин в целом, да, и то, как трансформировалось понятие идентичности общины. То есть пандемия стала некоторым таким толчком к тому, чтобы заново выработать границы нашей идентичности, да, то есть выработать отношения к виртуальному сообществу, к виртуальному членству в общине, да, легитимность исполнения ритуала онлайн. То есть все это пандемия заставила разрешать, да, и отвечать на вот эти вопросы. Также я изучаю то, как воспринималась онлайн-религия самими членами общины, да, то есть вообще полноценность онлайн-практики. И то, как воспринимается, да, онлайн-ритуал по сравнению с оффлайном. И третий такой важный вопрос – это какие новые формы религиозных практик выработались за это время. И основными источниками моего исследования стали интервью. Интервью проводились в разных вариантах, да, то есть тоже что-то новое для меня. Это были и скайп-интервью, и личные интервью, да, то есть спустя полгода я пришла в общину, когда уже закончился карантин, да, и были проведены интервью оффлайн. Также были и интервью по переписке или просто по телефонному звонку. То есть такой совершенно пока что гибрид, да, нужно это все, конечно, еще будет собирать и разделять по группам, да. Но пока что я вот так вот примерно обозначила, как проходила моя работа. Ну и начну… нужно начать с того, что говоря о реакции прогрессивного иудаизма, важно понимать, что мы не можем говорить о некоторой… о единой однородной реакции движения в целом. Да, с одной стороны, в каждой отдельной общине, в зависимости от различных факторов, взглядов раввина, желания верующих, технической оснащенности общины, выработалось свое понимание периода изоляции и выработались свои собственные способы адаптации к ситуации карантина. Но с другой стороны, поскольку в основе философии прогрессивного движения лежат идеи прогресса, то цифровые технологии должны были беспрепятственно войти в религиозную жизнь общины. И здесь можно отметить, что легитимность использования цифровых технологий ни в одной общине сомнению не подвергалась. Другой вопрос – это степень включенности вот этих самых цифровых технологий в религиозный ритуал. То есть какое место они занимают и как религиозные лидеры, кантеры взаимодействуют с цифровыми технологиями. И вот мы видим, что в каждой общине было свое отношение к этому периоду. Если в крупной московской общине Равин говорит о том, что у нас был большой опыт работы в пандемии, мы ни одного шабата не пропустили, то небольшие общины, где нет такой сильной технической возможности, Равин на мой запрос об интервью удивился. Вообще, почему я к нему обращаюсь? Потому что для них это самый скучный период деятельности. И вообще странно, что вы его взяли для изучения. И Равин из третьей общины говорит о том, что ну да, мы делали что-то онлайн, но так или иначе отношение к онлайну было некоторым негативным. То есть говорится о том, что ну да, сейчас мы ведем некоторую деятельность, но все-таки оффлайн более интересно. То есть вот такие вот три варианта неоднозначности оценки этого периода. В каждой общине, как я уже говорила, сформировался свой особенный формат использования цифровых площадок. И вот я выделила так немного условно, но так или иначе, вот эти три варианта я наблюдала в трех общинах, которые я исследовала. Первый вариант – это когда Равины и Кантеры во время религиозной службы направляли свое внимание на онлайн-аудиторию. То есть первый вариант использования цифровых технологий – это когда происходит полный перенос богослужения в онлайн, и Равины взаимодействуют с онлайн-аудиторией. То есть их внимание направлено на виртуальных пользователей. Второй вариант – это когда Равины выбирают формат взаимодействия с людьми, находящимися в синагоге. То есть мы знаем, что в разных городах были разные государственные меры по борьбе с пандемией и разные уровни локдаунов. И поскольку кое-где могли собираться, все равно могло собираться какое-либо определенное количество людей, даже если приходило три человека, Равины выбирали взаимодействовать с людьми, находящимися в синагоге, а подключавшиеся через цифровые площадки, через интернет становились такими некоторыми удаленными, то есть наблюдавшими со стороны за тем, что происходит в зале синагоги. И третий вариант, который наблюдался в немногочисленных общинах – это полностью удаленный способ, когда у общины нет собственных сил, чтобы переносить богослужения в онлайн, и члены этой общины подключались к московской общине, то есть более крупному городу, и члены этой общины смотрели богослужения онлайн. Также в этих общинах коммуникация происходила с помощью мессенджеров, то есть люди могли обмениваться фотографиями и так далее, но не использовали видео, в основном использовали мессенджеры и различные другие площадки, которые позволяли им просто поддерживать связь, но не проводить сам религиозный ритуал. И способы адаптации интернета в каждой общине зависели от разных факторов, и не в последнюю очередь от восприятия и отношения раввинов к интернету, к цифровым технологиям. Естественно, личные отношения раввинов базируются на разных причины, которые образуют определенные отношения к интернету, но несмотря на такую большую вариацию отношения к интернету, можно с условностью выделить два противоположных варианта, которые четко наблюдались. Первый – это когда онлайн воспринимается как спасение в сложный период пандемии. Вот на слайде видна цитата одного из раввинов, где произошел полный перенос богослужений в онлайн. И здесь говорится, что онлайн очень поддерживало людей, то, что они могут смотреть онлайн. Далее в интервью было сказано о том, что это некоторое спасение для нас в сложный период пандемии и даже после. То есть поскольку я проводила интервью два раза в этой общине с промежутком в полгода, то есть для них онлайн стало действительно некоторым спасением и даже нормой жизни после. А второй вариант – это когда происходит негативная оценка цифровой религии, поскольку здесь раввин отдает предпочтение физическому присутствию в синагоге. И здесь мы видим тоже цитату. Как бы я ни мечтал, чтобы все приходили физически в синагогу, но этого не происходит, поскольку у нас сейчас есть онлайн-возможность, то есть раввин сетовал на то, что некоторые люди не приходят физически, а приходят онлайн. И оффлайн является довольно важным элементом общинности, как говорит раввин, то, что не может заменить зум. И любая молитва живая будет лучше самой шикарной онлайн. То есть и на выбор, как я уже говорила, раввинами той или иной стратегии адаптации этой интернета влияют разные факторы. И можно выделить основную причину, которую называли раввины – это те административные задачи, которые они перед собой как эффективные лидеры ставят. То есть если в первом варианте вот в этом община довольно многочисленная и есть много ресурсов, то здесь есть и возможность… То есть здесь раввин ставит перед собой задачи расширения сообщества и онлайн дает большие возможности для того, чтобы это сделать. А вот здесь во втором варианте община небольшая и в ней нет постоянного раввина. За весь период существования лидеры сменялись несколько раз. И таким образом основное внимание руководителя здесь уделяется установлению таких прочных социальных связей между членами общины, поскольку в первом варианте они уже налажены. И раввин вот этой синагоги считает, что именно путем живого общения называлось оно также кулуарным общением. То есть то, что мы делаем после религиозных ритуалов, общаемся, развозим друг друга по домам, это тоже является очень важным элементом общинности. И спустя полгода после того, как я провела первое интервью на школе Сефера, я провела повторное исследование. И уверенность в том, что медиа станут обыденностью в религиозной жизни, естественно, подтвердилась. Мы видим первую цитату из интервью, где говорится о том, что это уже никуда не денется, то есть это станет новой нормой в плане того, что онлайн. И сейчас также я наблюдаю, что община продолжает онлайн-богослужение, но сейчас проходит такой некоторый гибридный онлайн, ой, извините, формат. То есть вы можете прийти либо физически в синагогу, либо подключиться онлайн. Но отношение, опять же, религиозных лидеров общины будет равноценным к онлайн-участникам и к тем членам общины, которые посетили синагогу оффлайн, физически. И даже в тех общинах, в которых наблюдается некоторое негативное отношение к онлайну, все равно уверенность в том, что мы уже никуда не сможем, как говорится, как было сказано в интервью, от этого подсматривающего ока никуда не сможем спрятаться. Все равно подтверждает то, что онлайн стала новой нормой. И несмотря на то, что такое неоднозначное отношение религиозного лидера к онлайн-исполнению ритуала, и, как мы видели, живая молитва будет лучше любой шикарный онлайн, но в любом случае цифровые технологии используются даже в этих общинах. Несмотря на то, что коммуникация, как я уже говорила, происходит с теми, кто пришел в физическую синагогу, но всегда даже в этих общинах есть возможность подключения к наблюдению за религиозным ритуалом. То есть если мы будем смотреть, наблюдать, будем проводить ученые наблюдения, то, что я делала, этих богослужений в этих общинах, то мы видим, что люди подключаются с видео, то есть они сами исполняют какие-то ритуалы, но вот именно внимание раввина направлено на тех людей, которые пришли в синагогу. И некоторые выводы, которые можно сделать, это то, что онлайн-технологии стали активно применяться в религиозной практике во время локдауна и остались актуальными и после. То есть сейчас мы видим очень большое развитие даже в тех общинах, которые не совершали никаких ритуалов онлайн. То есть сейчас мы видим, что они стали выходить, если первоначально для них это был шок, с которым они не могли справиться, то сейчас мы уже видим, что они стали более активными в социальных сетях, начинают выкладывать какие-либо видео, пробоведи и так далее. То есть все, даже несмотря на то, что изначально некоторые общины не многочисленные, то есть в основном все-таки сразу же переключились на онлайн-формат, но мы видим, что даже вот те общины, которые в сам локдаун не проводили онлайн-богослужения, начинают активную деятельность и понимают, что это является уже новой нормой, важной частью повседневности людей. Второй момент, который важно выделить, это то, что в каждой общине, в зависимости от различных факторов, вкладывается свой уникальный способ использования интернета, и здесь у нас учитываются, естественно, взгляды раввинов и верующих. Ну вот верующих здесь, конечно, наверное, нужно подкорректировать, но в любом случае раввин у нас будет выбирать то, какой формат богослужений проводить в зависимости от того, какие административные задачи религиозный лидер перед собой ставит. Либо это усиление так называемых горизонтальных связей с помощью живого общения, либо это расширение сообщества. То есть мы понимаем, что к онлайну подключается намного больше людей, к онлайну-богослужения, чем приходит в синагогу, даже если мы будем говорить просто о физической вместимости. И третий момент, который связан с тем, что такие были выделены две основные стратегии, это когда онлайн и интернет, цифровые площадки – это инструмент для того, чтобы расширить сообщество, а второй вариант – это когда это только лишь вспомогательный инструмент, то есть это то, что остаётся всё-таки на периферии во времена локдаунов. Сейчас они, конечно, происходят намного чаще, но так или иначе, когда второй вариант – это когда община всё-таки стремится к возвращению до пандемийного варианта проведения религиозных служб. У меня всё. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, буду рада. И большое спасибо. Немножко поговорите про состав общения. Кто они, что они? Мы видели пару фотографий. Там в основном пожилые люди. Есть и несколько молодых. Расскажите немножко про сами общины, если можно. Да, там фотография была на самом деле из немногочисленной общины регионального города, где картинка показывала то, как люди подключаются к центральным общинам, к центральной общине московской, то есть когда у них нет собственной возможности проводить богослужения онлайн. Что касается состава, то я собственных исследований не проводила по составу общины, но есть исследование Елены Насенко-Штейн, и она говорит о том, что прогрессивный иудаизм в России – это такое направление, как бы 40-45 – это основной костяк общины. И также она приходит к выводу о том, что прогрессивный иудаизм в России привлекает людей с высшим образованием и людей, которые, возможно, по каким-то причинам могли либо отказаться от… Ну, им что-то не понравилось в ортодоксальных общинах, либо тех людей, которые просто не фит туда. То есть, например, это люди с негалахическим происхождением. И вот она говорит о том, что… И в целом это подтверждается, ну, об этом говорят равины, да, и мы видим это на включенных наблюдениях. Это средний возраст, да, что как бы под ним подразумевается. Это вот люди, да, которые работающие, еще они не вышли на пенсию. Какая-то есть молодежь, да, но в основном это вот люди с семьями, такой вот средний возраст. Если можно, пару слов о равинах тоже, где они учились. Я так понимаю, что они подготовлены за границей в основном, или в России учат тоже. Да, сложная ситуация. Здесь, наверное, было бы… Здесь, наверное, важно говорить о конкретных, да, общинах. И которые вы изучали, кто эти равины. Ну, у нас самые крупные общины – это Москва и Санкт-Петербург. Москва – община Лидор-Вадор. Равины учились в Гайгер-колледже, если я не ошибаюсь, да, сейчас. Там сейчас есть два равина, они как бы чередуют, да, друг друга. Один равин из России, да, научился он за границей, он получил образование, то есть у него есть статус равина, и он живет на постоянной основе в Москве. А второй равин тоже, опять же, если я не ошибаюсь, но он живет на две страны, по-моему, да, и он часто сейчас подключается через онлайн, проводит какие-то мероприятия, да, разные. Вот, а вторая крупная община Санкт-Петербурга, она такая более… Здесь такая немного сложная ситуация. Сейчас там нет равина, есть исполняющие обязанности религиозные… Исполняющие обязанности равина, религиозный лидер, да, то есть, как мы знаем, службу не обязательно должен проводить человек со статусом равина, да, но этот человек, который сейчас там лидер, он в скором времени вроде бы должен получить, да, статус равина, отучиться, то есть есть планы на то, что этот человек получит религиозное образование, то есть получит этот статус. То есть вот в общине к Санкт-Петербургу лидеры сменялись несколько раз, да, и не образовался такой вот лидер, как, например, в общине Лиду Арбадор, все-таки там есть, да, один такой постоянный раввин. И даже сам религиозный лидер, который сейчас там работает, говорит о том, что, да, поскольку у нас вот такая ситуация, такая непостоянная, да, ситуация, то я считаю, что, как было сказано в интервью, да, я считаю, что общение должно быть построено не на харизматическом лидере, а на социальных, горизонтальных связях между людьми. Поэтому такое внимание к оффлайн-общению. Поняла, спасибо. Есть еще вопросы? Тогда скажем, Марии, большое спасибо за интересный доклад. И перейдем к нашему последнему докладчику на этой сессии, Алексей Андрюшин, из НИИ, Высшей школы экономики, нам расскажет о поисках потерянного еврейства. Да, коллеги, группа и границы. Добрый день, дорогие коллеги, я рад всех приветствовать. Сейчас я устанавливаю таймер, чтобы не опаздывать. Соответственно, сегодня я хотел бы рассказать, как представила Лариса мою тему, это поиск потерянного еврейства между группой и границей. Расскажу я про тульский случай. Я думаю, что мой доклад очень удобно, как бы вмещается, как бы является таким мостиком между предыдущими докладами и таким тульским полем. Надеюсь, что я смогу как-то погрузить. Конечно, я не все смогу рассказать, потому что очень большой у нас оказался материал, и я хотел гораздо больше рассказать, но потом понял, что я не выбьюсь во время. Доклад получится и так большим, а выйдет еще больше, если бы я все смог реализовать. Собственно, я начну с теоретических посылок. Надеюсь, что будет несложно. И так как я говорю о еврействе, то, наверное, имеет смысл обратиться к теоретическим основаниям идентичности. И, в принципе, начну я с такой темы, наверное, животрепещущей. Это конфликт между, условно говоря, примардиализмом или эссенциализмом и конструктивизмом. Но, собственно говоря, вот эта теоретическая рамка этничности как этнической группы, она наследована была, насколько я помню, даже так понимаю, из XVIII века, где различные этнические группы представляли как субстанции, как некоторые акторы самостоятельные, которые могут действовать. Вот, собственно говоря, Фредерик Барт, который будет как бы отходить от этой традиции постепенно, он говорит о том, что он будет противостоять вот такой концепции этнической группы, как культурного инвентаря, вот, собственно, где заключаются вот эти различные культурные свойства той или иной группы. Нам в российской традиции очень близка, наверное, в плане каких-то исторических и дискурсивных мыслей, идей и практик. Это линия Брамлея, господствовавшая в Институте этнологии Российской Академии Наук Советские Годы. И, соответственно, в очерках теории этноса Юлиан Брамлея фиксирует такую очень интересную вещь, что как бы необходимо отходить от буржуазной западной антропологии, которая говорит, что вот там важная часть этнических сообществ относится к самоназваниям, к самосознанию, у него была такая формулировка. Надо вот изучать некоторые внешние свойства, с помощью которых сообщество можно отличать друг от друга, и, в частности, он там приводит, например, расовые, какие-то биологические основания. Естественно, не только их, есть в том числе и социальные основания. Но, тем не менее, вот здесь воспринимается в рамках такой традиции этничность, и даже не просто этничность, а этнические сообщества, как некоторые образования, располагающиеся в определенных территориальных границах, обладающие какими-то явными культурными свойствами, которые можно выделить. И, собственно говоря, вот известный атлас народов СССР, который был выпущен, насколько я помню, как раз тоже институтом этнологии, вот он как раз фиксирует вот эту позицию, что можно выделить какие-то группы на каких-то четких границах, с четкими основаниями для выделения. И, казалось бы, да, граница, да, очень интересная вот эта вот формулировка, но, как подчеркивает наш исследователь российский Евгений Александрович Варшаверт, в вот таких примордиалистских основаниях есть некоторые логические противоречия. Мне понравилось, как однажды Евгений Александрович сказал, что пусть, значит, примордиалисты остаются своими логическими противоречиями, а мы пойдем дальше. И действительно, мы сделаем этот шаг и перейдем к конструктивизму. Собственно говоря, я говорю о работе Фредерика Барта, русский перевод лежит прямо передо мной, и называется эта работа «Этнические группы и социальные границы». На самом деле перевод не совсем точный, потому что в английском языке она называется «groups and boundaries», то есть никакого «social boundaries» нет. Здесь это не совсем точно уже в дальнейших концепциях будет показано, в частности, у Грубейкера и Андреаса Биммера. Но, тем не менее, о чем здесь стоит сказать? Во-первых, я расскажу о своем, то есть о социологическом. В социологии XX века господствовал структурный функционализм. Это такое небольшое совершенно некоторое лирическое отступление. И вот против этого структурного функционализма различные течения в социальной теории, они как бы пытались на него нападать. Была и критическая теория, и разные другие теории. Вот одна из таких теорий – это феноменологическая социология, идущая от философии Гуссерна. И здесь, прежде всего, вделяется концепция жизненного мира Альфреда Шутца, которая направлена на изучение феномена. То есть он в ряде своих работ показывает, что на самом деле вот эта вот дедуктивная логика, идущая от Дюргейма, Парсенса, когда нам необходимо сначала выстроить некоторый пул понятия, а потом уже выходить в некоторое исследовательское поле, этот механизм может быть иллюзорным. Необходимо переориентироваться на некоторые основания, именно полевые. То есть это такая своего рода переориентация на именно поле. И необходимо идти от эмпирии, от того, что нам говорят респонденты, чтобы мы как бы были в некоем реальном что ли, не хочу опять повторяться, поле, но вот в некой реальности того, с кем мы общаемся, чтобы ему не навешивать какие-то ярлыки, различные ему мысли придавать изначально, исходя вот из некоторой такой, может быть, дедуктивной парадигмы, в которой были в том числе позитивистские исследования. Собственно говоря, та парадигма, которая сегодня называется количественными исследованиями, она во многом исходит из таких историй. Но Альфред Шутс здесь, может быть, нам не столь важен. Очень интересны те работы, которые возникли в антропологии. И здесь они идут в том числе и от феноменологии, но в антропологии была некоторая своя линия. И вот, в частности, Фредерик Барт, он стал зачинателем традиций конструктивизма, и в его концепции происходит переориентация с этнических групп, и даже, как он пишет, не столько с этнических групп, сколько с объектов. То есть не вот с этого ориентация не на культурный инвентарь, а ориентация прежде всего на культурные границы. Он пишет о том, что культурные границы – это своего рода критерии принадлежности и способы включенности и исключенности. Даже так он пишет – способы сигнализирования включенности и исключенности. И здесь он приводит такой пример, что неважно, насколько члены группы отличаются в своем внешнем поведении, если они утверждают, что принадлежат категории А противоположность другой, сходной категории Б. Они хотят, чтобы их воспринимали как А, не как Б, и чтобы их поведение оценивалось как поведение А, не как поведение Б. То есть здесь тоже очень важная направленность на, прежде всего, то, что Брамли называл самоназванием, самосознанием тех представителей различной группы и так далее. И в конце концов возникает линия Роджерса и Брубейкера. Это линия, в принципе, отказ от группы. И он говорит о том, что здесь происходит отказ от группизма. Этот переход очень интересен. Я не буду тоже подробно останавливаться, чтобы больше на полевых каких-то занятках рассказать. Но, тем не менее, у Брубейкера история такая, что он говорит, ориентация социологии на группы, она, конечно, хороша, но в ней есть ряд проблем, потому что группы представляются как раз как самостоятельные акторы, которые могут действовать. И в этом у него есть вопрос. Он говорит, да, что действительно могут возникать какие-то пики солидарности, когда те или иные сообщества объединяются в группы. Но даже не столько в группы, а, как он называет этот признак, групповости. То есть это некоторый такой важный этап в жизни группы, когда она становится очень-очень солидарной и так далее. А необходимо говорить о некоем процессе, о процессе идентификации, о процессе самоопределения и так далее. И поэтому, если и стоит о чем-то говорить, то это скорее об организациях, чем о группах. И у него там такой пассаж, что организации часто в своих политических целях могут себя отождествлять с группами, но, тем не менее, таковыми не являться. И это происходит очень часто именно в политической риторике. Вот. Но немножко такой теоретической рамки. Конечно, очень грубо, потому что это все-таки очень фундаментальные теоретические основания. Но я попробую именно сейчас в поле еще кое-что пояснить. И вот тут некоторые тенденции, о которых пишет Елена Насенко-Штейн, касательно еврейской идентичности. Тоже кратко она пишет о том, вот в этой, в частности, работе, что происходит размытие еврейской идентичности по разным причинам. Отниматься в эмиграции, ассимиляции, изникновение сионистской идеологии, крах традиционной религиозности, смешанные браки, негалахические евреи, антисемитизм в том числе. Особенно там был интересный пункт про то, что возникает такое некоторое негативное определение евреям самого себя, потому что ему об этом часто говорят, что вот ты еврей, ты такой-то. Здесь возникают очень неприятные истории конкретные для каких-то людей, которые, может быть, не хотели бы, чтобы их так унижали, но тем не менее происходит в том числе такая некоторая этническая социализация. Теперь, наконец-то, перехожу к полю. Здесь несколько тем я выделил, которые интересно посмотреть, которые выделились, в частности, в моих интервью. Это, собственно, то, кто такой еврей, и, собственно говоря, что тут интересно, то, как люди границу еврейства определят, где находятся евреи, а где евреи не находятся. Потом здесь интересный пункт про множественные идентификации. Здесь я хотел бы кое-какие моменты, на кое-каких моментах становиться. Это антисемитизм и атеизм. Тоже там есть на что посмотреть и пути прихода в общину. Ну, начинаем сразу. Что здесь интересно? Вот, например, когда спросил у одного представителя общины, кто же такой еврей. Он пишет, что вот есть галахический критерий, то есть такое, ну, такое, скорее, формальное определение, то есть у кого по женско-метринской линии передается еврейство. А дальше такая вот у него началась риторика, а считать ли евреем того, кто соблюдает заповеди. Кажется, что да, но может быть еврей соблюдающий, может быть не соблюдающий, то есть как приемник у него там была такая метафора, то есть он сравнивал именно таким образом еврейство. И в конце он пришел в такую выводу, что это не национальность, это душа, это некоторое такое метафизическое, что ли, свойство. Это очень интересно, потому что от вполне такого формального, какого-то более четкого критерия, он пришел к критерию не очень определенному, кого же считать евреем, как же вообще можно ли сказать, что этот человек является евреем или нет, если мы определяем, что еврей – это некоторая душа. Это очень интересное определение. Я думаю, что с другими определениями тоже можно поработать. Вот, в частности, еще один пример. Эта информантка говорила, что она пришла в общину, ей вообще 95 лет, и вот она пришла в общину только в 90-е, в конце 90-х годов, и она говорит, что она пришла в общину, показала паспорт, что она еврейка. То есть здесь тоже вполне себе такой формальный, очень даже юридически закрепленный признак, где указывался в специальной графе национальность, но, помимо этого, очень интересно, как же она определяет евреев, кого считать, кого не считать евреем. Вот она говорила, муж чистый еврей, но никак это не пояснило. При этом другой член общины, это преподаватель была, я так понимаю, в этой общине, что вот этот преподаватель говорил, что если человек признает еврейские праздники, то он еврей. Еще один пример. Но импормантка с этим не соглашалась, она это говорила как-то иронично. Но потом она сказала про такую историю, когда одна тулячка уехала в Израиль, вышла замуж за местного еврея, она сказала, и она стала настоящей евреей. То есть вот тут вот эта граница, о которой я говорил, она перемещается очень интересным образом от формальных критериев к тому, что евреем как бы можно стать на самом деле. И это важно в том смысле, что для информанта в данном случае вот этим евреям не обязательно родиться, что ли, им можно стать, выйдя, например, замуж за местного, имеется в виду, израильского еврея. И есть другой случай, опять же, перемещения границы этнической, то, что русских евреев она евреями не считает. Я думаю, что это тоже какая-то не особенная история. Такие случаи встречались, наверное, во многих общинах. Но тем не менее, вот это вот постоянное перемещение границы, кого можно считать, кого нельзя считать, евреями, самое главное, то есть настоящий еврей, это очень интересная история. И помимо этого, есть другой момент, что она говорила, вот позвала вот эта вот тульская эмигрантка, сказала, позвала вот на шаббат моя эмигрантка, и она стала читать молитвы, тогда как другие члены общины по всей видимости этого не делали. То есть она вот как бы и с ревердиозной точки зрения еврейка, и с точки зрения такой идентификации, тоже вот именно настоящая. Что еще интересно, это история про смешанный брак. Есть очень много различных случаев, но вот в частности, когда я спросил у одной информантки о том, что было ли какое-то вот именно жесткое определение, она сказала нет, в принципе такого не было, но родители старались. А вот когда она уже говорила про свою дочь, она говорила, вот знаете, мамочки сыновей, они слишком как-то вот жестко относятся к невесткам, поэтому вот ее дочь вышла за русского. Это тоже интересный момент, что, конечно, очень хотелось бы, но ничего не сделаешь. Здесь как бы вот так вышло. И здесь уже постепенно вот в данном случае можно видеть от поколения к поколению, что в одном поколении старались, в другом тоже старались, но не вышло. Здесь можно уже дальше говорить о том, что если вот в первый раз как бы вот этот пункт про смешанные браки был принят, то и, наверное, в других поколениях есть риск того, что вот этот вот смешанный брак будет допущен, но здесь, конечно, нельзя как-то жестко говорить, конечно же, что в другом случае было то, что информантка сама вышла за русского. Отец вроде как не настаивал на этом, но не очень уважал ее спруга. И здесь тоже в этом смысле происходит некоторое смешение. Несмотря на то, что отец был именно религиозный человек, он даже был религиозным деятелем в общине, он не настаивал на том, что мужик происходил из каких-то конкретных мест, и в том числе из каких-то технических соображений, но тем не менее. И теперь про множественную идентификацию. То, что самое интересное, на мой взгляд, возникло, это то, что у ряда информантов происходило смещение. В частности, кто-то крестил своих детей, это не всегда осознавалось, но в первом случае информантка говорила, что ее отец не хотел конфликтов с русской семьей, и поэтому допустил крещение. Во втором случае, еще случай более интересный, то, что информантка говорила, как она пришла в общину. Она говорит, пришла, сказала, что ее можно взять в общину, и у нее спросили ряд вопросов, что она говорит, рассказала, в какие церкви ходила, каких батюшек знает, какие русские молитвы знает, ее приняли в еврейский центр. Казалось, как так? Но здесь, конечно, на мой взгляд, происходит некоторое смешение языковых ходов, я не очень большой семиотик, но здесь можно говорить о том, что определенные значения, которые устояли до этого, до прихода в общину, они переместились, в том числе еврейский еврейский некоторый мир, и изменения языковой ситуации, языковых идентификаций, но не сменились. На мой взгляд, конечно, очень интересный момент. И здесь еще есть другой момент, что уже третий информант сказал, что он назвал своего, я у него спросил, называли ли у него детей в честь, соответственно, каких-то родственников по традиции, он сказал, что, ну да, называли, вот я назвал в честь вещего Олега, он, конечно, не родственник, но вот он как бы умерший. Здесь тоже такая интересная, есть такое смешение, назвать них в честь родственника, но в честь умершего, при этом умершего из другой традиции. Вот, но, значит, еще несколько слов скажу о том, как и почему могли вот эти смешения происходить, так, у меня есть парочка минут, поэтому, соответственно, вот в основном это происходило из того, что родители были членами партии, поэтому они постепенно отходили от своих каких-то еврейских историй, в том числе из-за государственного антисемитизма в разные годы, вот здесь два случая про членов партии, есть случаи, когда просто по каким-то причинам, в том числе бытового антисемитизма люди не проявляли как-то эксплицитной своей идентичности, вот в частности в одном случае информантка говорила, что нас воспитывали аттестами, вот в том числе по разным причинам, о которых я говорил выше, про пути прихода общины, в общину, собственно, как люди приходили, чтобы войти в те или иные организации, вот одна информантка говорила, что она в Киеве узнала еврейские газеты на русском языке, что в Туле открывается еврейский центр, очень интересно в случае, что в другой стране, в другом городе она узнала в конце в 90-х что открывается еврейский центр, поэтому она сама жила в Туле, об этом как бы не знала. Что еще интересно, другая информантка, она как бы с детства, из-за того, что отец был религиозным человеком, она с детства была в общине, но если отец был религиозным, она уже не только религиозной не была, но тем не менее вот как бы с детства, с пяти лет как бы ходила. Есть другой случай, это информант уже 80 лет, он пришел в общину только 10 лет назад. И еще последний случай, тоже очень интересный, связан с тем, что в общину нередко приходят из-за каких-то социальных проблем, вот в частности тут говорится, что пенсию задерживали, как бы я так понимаю, в контексте, что информантка как бы могла получить в общине помощь, и она приходила, вот у нее спросили, ты еврейка, информантка спрашивает, какая разница, но есть разница. Вот, соответственно, такой интересный путь прихода в общину. Собственно говоря, здесь вместо выводов можно сделать несколько вот таких некоторых ремарок, что мне очень понравилась формулировка, что после прихода в общину у информанта еврейства во мне возникло. То есть община становится таким солидаризующим центром, это в принципе логично и понятно, но в том числе могут быть такие причины и социальные, и различного рода иные. Что было таким краеугольным камнем в потере еврейской, потом его в таком нахождении, в кавычках. Это, с одной стороны, советский режим, который достаточно серьезно ограничивал религиозные практики, поэтому людям приходилось как-то подпольно, в том числе в нашем случае были, в Туле были подпольные общины, но этого рисковали не все, мягко говоря, многие даже не знали, что какие-то общины существуют, что какие-то мероприятия проводятся, либо это происходило никому, но тем не менее происходило, но в очень узком и ограниченном кругу, поэтому очень многие люди не хотели и не рисковали себя выдвигать, позиционировать себя как еврей или как идея и так далее. И уже после падения СССР, как говорилось ранее, возник такой еврейский организанс, конечно, не в самые инвестиционные 90-х, а в конец 90-х, даже нулевые, десятые и так далее. И последний пункт это инициализация памяти, возникновение, естественно, семейная память, по всей видимости, каким-то образом оставалась, были медали, например, в честь войны, но были в том числе нарративы, связанные с тем, как люди приезжали в город, например, в Тулу, как их родители приезжали, откуда они приезжали, очень часто они приезжали, естественно, из местечек Украины, это связано с тем, что был тульский оружейный завод и уже в советские годы, в годы индустриализации необходимы были кадры, поэтому многие люди переезжали в эти точки индустриализации, в том числе в Тулу, поэтому очень многие евреи, которые находятся в Туле, это потомки, скажем так, местечковых евреев. Здесь, конечно, нельзя сказать, в каких пропорциях, вот у меня туляков было совсем мало, но у других моих коллег они, кажется, нет. И что же можно сказать по итогу, что советский период внес некоторые корректировки, так как евреи себя идентифицируют и сюда вмешалась и православие, как мы видели, церковь. Многие из них перестали владеть языком, имеется в виду игрит, идиш, были такие истории, что, ну тоже типичные истории, что родители пытались что-то скрыть, они говорили на идиши, но дети переставали уже владеть языком, и в том числе религиозностью какой-либо, в частности вот из-за антирелигиозных компаний и так далее. Вот. На этом все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, какие-то вопросы, я надеюсь, что девочки еще есть, поэтому вопросы, комментарии буду очень рад что-то услышать. Алексей, спасибо большое. Очень интересно. У нас есть 10 минут, даже чуть больше, может быть, на дискуссию по поводу трех выступлений, или, может быть, ко мне тоже есть вопросы. Пожалуйста. Можно вопрос к Алексею? Так, меня заинтересовал вот этот вот вопрос, который не получил полного развития, но он очень интересный. Вот это вот, то есть, что там получается, что у некоторых евреев, вновь создавших себя евреями, православие возникла, тема православия как какой-нибудь транзитный вариант через такую паулистскую традицию, интерес к ветхозаветным каким-то вопросам и затем к еврейской культуре. Это один вопрос. А второй, какую роль играли вот языковые практики и интерес вот к еврейской литературе, еврейской культуре с другим аспектом там не ортопроксическим еврейской жизни, вот в идентификации тульских евреев, еврейских туляков. Да, спасибо, вопросы действительно очень интересные. Значит, про православие. Здесь было несколько кейсов. Первый кейс был связан, он был очень непонятный, потому что информантка часто говорила слово церковь, и здесь возникали вопросы, что она имеет в виду. Это вы с ней работали? Да, 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 я конкретно с ней работаю. И тем не менее в личном интервью не удалось вот расшить вот эти все вопросы, да? Да, то есть она как-то вот перескакивала то еврейская община, то православие. У нее действительно было православие, потому что она с отцом, который был религиозным евреем, каким-то образом ходила в православный храм. И здесь вот этот момент меня несколько, нас несколько... А у нее какая-то двойная еврейская православная идентичность сейчас? Да. Или у нее такая сложная как бы такая... Сейчас уже нет, потому что она сказала, что она в православный храм уже больше не ходит, но когда-то давно ходила. Вот. И через освоение вот этой религиозной традиции у нее возникает интерес к федзаветным проблематике, и через это своего рода такое неожездовство в нее такое. Вот я бы не сказал, честно говоря, потому что я так понимаю, что она пришла в общину именно из-за социальных проблем, в частности, вот как был пример, это вот как раз ее пример, что пенсию не платили, то есть у нее... А хэс это оказывает какую-то поддержку, да? Да, то есть община это некоторая поддержка именно, поэтому я бы вот... Вот эта вот линия, она очень концептуальная и хорошая, но, к сожалению, это, по-моему, не про нее, потому что у нее были совершенно другие истории. Это единичный случай, да, но вы там говорили, что у многих, у кого это еще встречается. это было... Сейчас я еще... Была история у тоже одного имформанта, когда он говорил, что его дедушку выдали за... Ой, не выдали, значит, его дедушка женился на какой-то православной женщине, а его прадед еще до революции вообще как бы был связан... женился на цыганке. Но вот именно про православие была история, что его дедушка, он эту историю слышал, причем про еврейство там вообще речи не шло, потому что родители были партийные деятели, и как-то вот он к еврейству прям совсем недавно пришел. Но, к сожалению, таких моментов, что через некоторое ветхозаветное изучение люди приходили к еврейству, к изучению иудейской темы, вот таких не было случаев. Хотя, конечно, очень интересно посмотреть, может быть, в каких-то единичных кейсах такое проразглядать. Но второй вопрос, как я понимаю, был про язык. Язык, культура, литература, какие-то нерелигиозные, нерто-практические вот такие традиции, сионизм, возможно, что-то вот такое, пропаганда такого нерелигиозного национализма. Вот какие-то сионизмом и нерелигиозным иудаизмом мне, в частности, встретиться не удалось, но был кейс как раз информантки, которой 95 лет, она родилась в Непропетровске, а как бы переехали они туда очень в ее раннем возрасте. Она рассказывала, как в Непропетровск приезжала Анна Гузик, как она изучала литературу, в том числе читала Шалома Лейхимана и на Идише смотрела еврейские спектакли, в том числе на Идише, и она вот сделала момент, что не момент, а некоторый акцент, что она все понимала, то есть она на языке говорила, на языке говорила, читала, и литературу она очень хорошо знает, она еще говорила, что очень хорошо знает еврейскую историю, у нее тетя была историка, она достала какую-то книгу 1904 года, и очень многие нам рассказывали моменты, связанные с еврейскими персонажами, в том числе про Соломона, про Давида и так далее, то есть вот такой момент был, в целом про литературу нам говорили, может быть, не так, но мне говорили, потому что у других коллег могла быть другая ситуация, но какие-то такие основные моменты, они, конечно, были, но вот в основном это касается тех, кто владел с детства языком, потому что если люди и читали, например, Шалома Лаехим или каких-то других авторов, то читали уже естественно в переводе, поэтому очень часто была такая история, что люди языка, даже уже пожилые люди, которые там 30-го года рождения, они уже не знали, не видишь, и тем более еврита, и поэтому у них была такая история, что они через литературу, через нерелигиозные моменты не могли прийти к этому, у них была вот такая история, и у меня был один информант, кстати говоря, он сам из монастырища по думанию, и он говорил, что в детстве он как бы изучал, как бы видишь от родителей, от бабушек с дедушками, и он говорил, что да, изучал, в какой-то момент он решил похвастаться этим на детской площадке, ему потом сказали его родителям, что а что это ваш там мальчик на Идиши говорит, вот не надо так, и он говорит, что что-то ему сделали, он с тех пор не помнит, что именно, и поэтому он Идиш до сих пор не может выучить, он говорит, как блок стоит, почему-то вот такая история, и поэтому да, здесь с языком есть некоторые такие, ну не проблемы, но некоторые границы, потому что родители уже часто язык не передавали. Ну тут какое-то такое украинское влияние, да, с одной стороны Днепропетровск, там что был, гасет какой-то, и там мы шли спектакли на Идиш, а с другой стороны Умань, это видимо какая-то линия или Хасидская, или Хасидская, вот традиционалистское противостояние Хасидско-Масарское. Если говорить про Днепропетровск, это был какой-то театр, который приезжал на гастроли, а вот про Умань... Это уже в наши времена, да? Нет, это в... А, еще в довоенные, да? Да, да, в довоенные, а значит про Умань там скорее связано с тем, что родители были нерелигиозные, он говорил, информант, что он как бы получил что-то от бабушки, но он очень плохо их помнит, там он говорит, что был спор с мамой, была ли бабушка, соблюдала ли она кашрут, и там был спор, то ли она не ела мясо, то ли из-за того, что мяса не было, или то ли из-за того, что она соблюдала, и здесь, конечно, очень сложно сказать, он говорит, что как бы он думает, что бабушка все-таки была соблюдающая, а мама говорит, что нет, просто на самом деле мяса не было. Вообще никакого мяса не ела, то есть вегетарианка такая? Да, да, вот в таком смысле. Окей, Давайте дадим возможность еще кого-нибудь задать вопросы. Можно, прошу прощения, я бы хотела уточнить одну важную особенность. Алексей, спасибо большое за доклад. Мне кажется, что все-таки язык, видишь, играл огромную роль в вопросе самоидентификации, какой-то общинной жизни и так далее. У меня было замечательное интервью в Туле, где было сказано так, как человек нашел еврейскую общину Туле. И вот в 70-е и 60-е годы, когда оказался там на заводе и так далее, я говорю, по улице слышали люди на идишах, говорят. Я подошел и выяснил, где синагога, где что. То есть это был способ вот такого вот открытия через язык, через какую-то собственную внутреннюю античность. И таких примеров тоже довольно много. И надо сказать, что в Туле, помимо такого классического вот советского варианта, еврейского, который узнает там о существовании еврейских организаций уже в 92-х тысячные годы, есть еще реальный такой очень интересный слой людей, которые про еврество все знали давно и участвовали в этой подпольной жизни. И если не постоянно, то там на праздники и так далее. И считали необходимым жертвой деньги на общину. Вот эта система внутренней еврейской благотворительности была в Туле вполне актуальна и жива в советское время. То есть это просто очень интересная такая тоже особенность идентичности. То есть я, например, в синагогу не хожу, но если нужно починить крышу, то я обязательно дам деньги. То есть вот такая вот тоже экономическая еще составляющая этой идентичности была крайне важна. Спасибо. Да, это правда. Я чуть-чуть прокомментирую. Да, это безусловно правда. Просто мне не очень удалось поговорить с теми евреями, которые именно подпольно как-то участвовали. Это было у других коллег. Вот поэтому. Но я просто не говорю, что... Я просто говорю заранее, что я не весь пласт охватил. Ну, там пласт огромный охватывать, поэтому я вот только такой кусочек. Но действительно язык в каких-то случаях играл роль. Только в том случае, на мой взгляд, если люди как-то были включены в ту или иную традицию. Потому что, если, например, это дети партработников, то, скорее всего, они никак в традицию не включены. Они даже очень плохо могут предполагать, что они относятся к еврейству. Либо если они знали, это было через формальные институты в виде пятой графы, либо еще через какие-то вещи. Поэтому действительно такой вот способ может быть. Но я так полагаю, должны быть какие-то изначальные предпосылки, чтобы человек хотя бы понял, что говорят на идише. Потому что, наверное, далеко не каждый человек, который может быть евреем, но в советские годы может даже не предполагать, что это иди. Можно я тоже вопрос в продолжение задам, того, что сказала Мария? У меня вопрос. Большинство людей, про которые вы говорили, так или иначе определение их идентичности, оно связано с общиной. А есть ли группа людей или хотя бы один человек, с кем вы разговаривали, который не входит и никогда не ходил в еврейскую общину, при этом он себя определяет как еврей и как-то объясняет, почему он не входит в общину, и при этом как он определяет себя в этой ситуации как в части еврейской группы? Вот сейчас на моей памяти у меня, по-моему, таких случаев нет. Сейчас, если походу вспомню, то расскажу. Но, насколько я помню, у нас был очень интересный кейс. Это не у меня, а у других коллег. Там была история, связанная с тем, что они нашли ассирицев, по-моему. Там был один ассириец, который говорил, что он верует в Бога, но наибольшее его присутствие ощущал именно в синагоге. Мне кажется, что вот здесь может быть какая-то такая сторонняя история, но, конечно, здесь немножечко не про это, наверное. Вот именно людей, которые не с общиной связаны, то есть это какая-то, может быть, домашняя, условно говоря, религиозность, вот сейчас в голову не приходит. Почему? Потому что я-то обзванивал, так сказать, именно членов общины, поэтому у меня таких моментов, кейсов нет. Но может быть, допустим, ситуация, что человек вообще не как бы формально есть, но он туда не ходит. Но вот, по-моему, вот таких случаев у меня нет. Все так или иначе связаны с общиной. Таких-то таких моментов нет. Я думаю, что у тех людей, которые как бы через снежный ком приходили, то есть там спрашивали, кого вы могли посоветовать, вот это вот может быть, действительно. Вот сейчас я не могу, честно говоря, вспомнить такие истории, вот только про ассирийцы. Я хочу добавить, это как раз задача на следующий год полевой, потому что мы действительно работали со списками от общин, от одной и от другой, и теперь уже как бы через знакомых можно искать дальше. Это, я думаю, что будет задача наша на следующий раз. Да, спасибо большое. Еще, если можно, один вопрос пришел в голову. А Тула такой интересный в этом смысле промышленный центр, там могли бы быть воспоминания какие-то о советском проекте по созданию идиш-культуры, такой коммунизированной 20-х и 30-х годов. Может быть, это какие-то воспоминания и рефлексии по этому поводу, негативные или позитивные существовали в среде ваших этих самых респондентов? Это, возможно, могло бы существовать. Проблема в том, что это, наверное, очень уже достаточно давний период. И как бы вот в моих случаях нет. Возможно, это уже либо потомки, либо прапрапотомки, которые могли бы об этом рассказать. Вот я таких случаев не помню. Тоже, наверное, очень интересный был бы случай, если бы возник. Вот, по-моему, не у меня. Вот я не помню, что бы у нас был такой случай, честно говоря. Потому что здесь, возможно, стоило бы... Ну, вот у нас были информанты там за 90 лет. Вот среди них я такого не помню. Поэтому действительно очень интересно посмотреть. Вот не вспоминается мне сейчас. Окей, спасибо. Я думаю, что наше время подходит к концу. Я под занавес хочу свои пять копеек добавить в рефлексию как бы по поводу, в основном, доклада последнего. Меня очень привлекают, поражают, как израильтянку последние 30 лет жизни, эти бесконечные пересечения между православием и иудаизмом на, так сказать, российско-еврейской, русскоговорящей еврейской территории, которые очень трудно себе представить в любом другом контексте. То есть, чтобы человек был одновременно православным и евреем, ходил и в церковь, и в общину, и в синагогу, и никаких противоречий в этом для себя не находил. Это явление чисто российское, столь еврейской. В Израиле оно вызывает изумление у всех, когда об этом рассказываешь. Спасибо. Я думаю, что была интересная у нас секция разных совершенно сюжетов. Мы познакомились с этой тематикой онлайновской. Много чего узнали для себя нового, интересного. Спасибо. Спасибо.